Ярославская музыкальная группа ветеранов боевых действий «Живой звук» выступила на Донбассе перед военнослужащими. Сегодня певцы уже вернулись на родину, в каких условиях музыканты давали концерты, как ярославских артистов встречали в Украине. Поговорим с Николаем Федоровым, ветераном боевых действий, музыкантом ансамбля. Он уже пришел в нашу студию. Николай, добрый день. Добрый день. Как приняли вас бойцы на Донбассе и вообще какая атмосфера царит в лагере военнослужащих? Мы находились в подразделении интернациональной бригады «Пятнашка», которая ведет свою историю еще с 2014 года от аэропорта Донецкого. И очень тепло бойцы приняли нас. Находились мы, проживали вместе с бойцами в казарме совместно, поэтому имели много времени, чтобы именно с ними поговорить, пообщаться не в формальной обстановке. Концерты проводили там же, в столовой, там, где ребята просто принимают пищу, сделали там концертную площадку. Ребята пришли, мы сделали концерт, также награждали их от общественной организации ветеранов боевых действий имени Палачева, награждали памятными подарками, благодарственными письмами и медалями. И видели те глаза, ради которых стоило ехать. А сколько человек вообще там находится сейчас? Трудно сказать, потому что большая часть бойцов находится на передовой. Снимаются по ночам, потому что все обстреливаются, минометные обстрелы по позиции не прекращаются. Если это называть затишьем, то тогда не... Что же такое боевые действия? Но концерт вы давали днем все-таки? Концерт давали днем. Для тех, кто с утра отдохнул, и ребята пришли, буквально два-три десятка человек, но даже если там было просто пять человек, мы то же самое для них бы исполнили. Кроме этого, мы давали концерт, выступали совместно с автором и исполнителем Владимиром Пшеничным, который находится на территории Донецкой Народной Республики, в совместной программе Министерства обороны Донецкой Народной Республики и Министерства молодежи, культуры и спорта. Это программа «Воспитать патриота». Владимир нас пригласил, и там мы выступали для молодежи, где нас тоже очень тепло приняли. А впервые ли вы вообще выступаете на Донбассе? Почему решили туда поехать? Первая поездка руководителя нашей группы Андрея Евгеньевича Сковородцева состоялась в 2015 году. Они выступали в Дебальцево, где завязывалось здесь уже отношения с интернациональной бригадой «Пятнашка». И долгое время просто не могли организовать поездку, потому что те же финансовые проблемы. И вот лично в этом составе, то есть я, автор-исполнитель Олег Река, Андрей Евгеньевич Сковородцева, выехали впервые в этом составе. Хочется сказать спасибо большое за обирку Александру Викторовичу, который профинансировал поездку, а также большие слова благодарности за памятные подарки, за медали и за благодарственные письма Андрею Владимировичу Палачеву, потому что от общественной организации все это награждение проходило. Какой репертуар вы там исполняли? Это патриотические, военно-патриотические песни? Да. Собственного сочинения или что-то вы перепеваете? Все было комплексно. Я как исполнитель только могу исполнять те песни, которые от Великой Честной войны до Афганистана, общие песни военные. А Олег Река исполнял свои авторские песни. А сколько вообще песен в вашем репертуаре? Сколько времени длился? Это 5-10, может быть, час? Концерт был чуть больше часа, хотя в репертуаре мы могли петь и целый день, но это у ребят тоже свои боевые задачи, и долго их держать нельзя, потому что в любой момент... Ну, где-то час-пятнадцать, до полутора часов концерты проходили в разных местах. А Донбасс-то последняя точка вашего маршрута, или вы еще куда-то поедете в какие-то горячие точки? Планируете выступать где-то там? Так сказать, планирование возможно, потому что, говорю, даже у них от поездки до поездки, с учетом финансовых проблем и так далее, прошел довольно долгий срок. Но если нас пригласят в любые горячие точки, если мы там нужны, мы всегда готовы выехать. Я думаю, что обязательно нужны, то есть патриотический дух обязательно нужно поднимать. Спасибо. В нашей студии был Николай Федоров, ветеран боевых действий, участник ансамбля «Живой звук», который несколько дней назад выступал перед бойцами на Донбассе. Продолжение следует...